Всем доброго времени суток, с вами уже 18-й по счёту обзор китайских болисонгов. В этот раз на обзор попала достаточно широко распространённая модель ножа, построенная на основе популярного среди китайцев форм-фактора и имеющая средние размеры. Длина в сложенном состоянии 12,8 см. Конструкция рукоятей, так называемый сэндвич. Помимо того, имеются деревянные вставки, крепящиеся к металлической основе с помощью винтов и несколько уменьшающие вес ножа. Однако, основа рукояти также состоит из двух половинок. Длинного лайнера и небольшой плашки, прикреплённой к лайнеру с помощью метода точечной сварки. Очень хорошо это видно вот здесь, потому что во время разборки ножа перед обзором, плашка отвалилась от лайнера, что говорит о возможных проблемах с надёжностью у данного ножа. Идём дальше. Стандартная для большинства китайских болисонгов защёлка типа Ти-Ланч, к слову, выполненная не из металла. Предположительно, в случае с защёлкой мы имеем дело с силами на. Не подпружинена и, как следствие, очень сильно болтается. Крепится на штифт, вставляем его отверстия, просверленные в лайнер. Помимо того, защёлку можно переставить на другую рукоять. Опять же, стандартный для китайцев клинок типа Дроппоинт с прямыми спусками, выполненный из металла. Оси, соединяющие клинок и рукояти, представляют собой соединение винт-тулка, только втулка, в данном случае, доработана. Она имеет снаружи шлиц под отвертку и внешне повторяет винт. Это, несомненно, плюс данному ножу. Между половинками рукояти и клинком имеются пластиковые шайбы. Люфт, как вы видите, минимален, потому что нож практически новый. Не беспокойтесь, сейчас я объясню, почему нож так выглядит. Что касается флиппинга, то данный болисонг не рекомендуется к покупке людям, которые уже занимаются или занимались флиппом. Всё потому, что нож очень лёгкий по сравнению с другими китайцами. Пойдётся привыкать. Или хоть немного компенсировать вес с помощью изоленты, что очень непрактично и муторно в плане эксплуатации. Кроме того, некоторые элементы будет неудобно выполнять из-за болтающейся защёлки и несколько неудобных рукоятей, которые немного расширяются к концам. Конечно, недостаток с защёлкой легко компенсировать, но из-за веса ножа и рукоятей флиппать всё равно будет очень неудобно. Конечно, если вы не привыкнете. Новичкам, которые даже не держали в руках бабочку, можно было бы порекомендовать этот нож для ознакомления с флиппингом. Если бы не конструкция рукоятей. Та самая плашка, отвалившаяся во время разборки, потянула с собой цепную реакцию. Стали отваливаться и другие плашки. Опять же, это лишние проблемы в эксплуатации. Осевые винты не оказались полнейшими потрепченными и не сломались через полчаса флиппинга. За несколько дней заработан средний люфт. Подведём итоги. Нож можно купить только в том случае, если у вас нет альтернативы. Или если вы готовы привыкать к его весу и постоянно исправлять поломки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!